Коллеги, всем добрый вечер. Мы с вами собрались на семинаре, который называется «Особенности обоснования и презентации HR-бюджета». Зовут меня Казакова Светлана Васильевна, и я практикующий специалист. Моя тема – это финансовые курсы. Я занимаюсь как раз-таки автоматизацией систем управленческого учета, бюджетированием, финансового анализа на предприятиях. И давайте как раз-таки сегодня мы с вами поговорим о том, о чем зачастую специалисты HR забывают при бюджетировании. Они готовят бюджеты, но очень часто при утверждении бюджета возникает множество вопросов. Итак, основной акцент на себе, пожалуй, делать не буду, коротко рассказала. А давайте перейдем к теме нашего занятия. И в чем же особенности именно будут HR-бюджета? Итак, посмотрите. Для того, чтобы быстро и грамотно защитить бюджет, желательно с первого раза, расходов на персонал, куда у нас будут относиться не только, конечно же, заработная плата, но и непосредственно все остальные, будь то материальное поощрение, премиальное положение, социальные выплаты, очень важно уметь разложить по полочкам те статьи и затраты причины, которые повлекли изменения данных статей относительно предыдущего года. То есть те размеры, которые исторически сложились в организации. И чтобы это сделать, нам необходимо будет провести с вами факторный анализ статей бюджета, который позволит выявить как причины, повлиявшие на изменения суммы затрат в плановом периоде по сравнению с предыдущим годом, но и указать причины, которые вызвали изменения. Тогда руководство, утверждающее бюджет, будет четко понимать, почему эти изменения происходят и многие вопросы отпадут. Что умеют делать? Вот моя практика показывает абсолютно все специалисты, не финансисты, это само собой, но специалисты, которые работают в любой службе. Они умеют проводить планфактный анализ. Что это означает? Рассчитывать абсолютное выражение, то есть бюджет минус факт, таким образом мы получаем в абсолютной цифре, насколько у нас изменился тот или иной показатель. Причем, посмотрите, это относится не только к рублям, ну и, например, численность персонала. Да, в бюджете у меня заложена одна цифра, в факте, то есть за предыдущий год она другая, мы видим практический прирост. Это может быть прирост среднемесячной заработной платы, это может быть прирост вообще фонда оплаты труда, увеличение премиальных ставок, социальных расходов, расходов на страхование, будь то на медицинское и прочее. И абсолютно все специалисты, опять же, независимо от профиля работы, умеют рассчитывать относительное выражение, это в процентах. Собственно говоря, как в качестве примера привела, так рассчитываются отклонения по разным фондам, будь то оплаты, по численности, по заработной плате. Давайте посмотрим, мне будет легче визуализировать это в Excel, и посмотрите, что я сейчас делаю, чтобы проиллюстрировать данные факторы. Итак, я сейчас создам файл в Excel, если кто-то хочет работать вместе со мной, пожалуйста, вы можете сделать аналогичным, так будет понятнее. То есть посмотрите, коллеги, когда мы говорим, ну некий фонд у нас будет, предположим, суммарно по организации, пусть будет вход, соответственно, за 2018 год, предположим, ну пусть он будет у нас условно 2 миллиона рублей, а плановый год на 2019 год, мы с вами рассчитали, что у нас, давайте сейчас для наглядности, предположим, мы рассчитали, что у нас цифра будет составлять 2 миллиона, пусть будет 150 тысяч. Соответственно, рассчитывать отклонения, это у нас 2019 бюджет, предположим, да, а это 2018 у нас факт. Так вот, посмотрите, когда мы рассчитываем, будь то относительное, будь то абсолютное выражение, мы с вами делаем следующим образом. Отклонение, да, мы считаем, равно плановая цифра минус фактически более ранние цифры. И мы нашли, что у нас на 150 тысяч мы потратим на оплату труда больше. Если же мы говорим об отклонении в процентах, то мы с вами наше фактическое отклонение делим на факт. И мы получили, что, да, по бюджету на данный год, на следующий год, наши затраты на оплату труда увеличатся на 150 тысяч 7,5%. Это то, что мы встречаем сплошь и рядом, то, что делают специалисты кадровой службы. Но очень часто здесь руководитель задает вопрос, а почему выросло, почему мы должны платить больше? Почему-то есть стереотип, что если цифра увеличилась, то это обязательно связано с увеличением зарплаты. Это не всегда так. И даже более того скажу, в 99% случаев это не так. Ведь посмотрите, пожалуйста, когда сотрудник кадровой службы готовит бюджет, он же ведь не с потолка эту цифру взял, фонд оплаты труда. Нет, эта цифра состоит из множества-множества слагаемых. И как минимум у нас с вами есть численность, как минимум у нас есть заработная плата, то есть есть штатное расписание. Давайте сейчас возьмем некую виртуальную среднюю заработную плату по организации. И теперь посмотрите, пожалуйста, когда мы будем с вами говорить об отклонении, давайте представим, ну если у нас здесь 2 миллиона, давайте предположим, что у меня есть 100 человек и, соответственно, средняя заработная... Так, набрала тысячу, да? 100 человек и средняя заработная плата, давайте предположим, как раз-таки в таком случае у нас составит 20 тысяч, да? И вот у нас как раз-таки как произведение и получается необходимый... Так, я 200 сказала, 20 поставила 200... 2 миллиона. Так вот, посмотрите, когда у нас возникли отклонения в бюджете, то эти отклонения могли быть вызваны. Вызваны, посмотрите. Ну, например, у нас увеличилось количество людей. Давайте предположим, в связи с тем, что мы запланировали больше объем работы, ну, организация планирует расти, мы планируем больше произвести, больше продать, может быть, выполнить работу, оказать услуг в зависимости от стратегии развития предприятия. И, предположим, мы уже планируем 110 человек. И, а зарплата, предположим, у нас остается та же средняя заработная плата на том же уровне. Так и произведение, ведь у нас будет другое, посмотрите, 2200. Но вот теперь очень важно понять, что вызвало эти отклонения. И вот теперь, когда даже рассчитывая наши абсолютные отклонения, я вижу, что у меня отклонение, которое возникло, вот эти 200 тысяч, то есть прирост затрат по, сейчас пока условный фонд оплаты, он возник не потому, что выросла заработная плата, а потому, что выросла численность. А численность выросла, потому что это было связано со стратегией предприятия. Ну, посмотрите, ведь прежде чем составлять бюджет, всегда сначала определяется наши планы на следующий год. Может быть, мы планируем открыть новый филиал, может быть, нарастить производство. Если я планирую произвести больше продукции, мне требуется больше работы. Мы купили новое оборудование, то, соответственно, у меня идет комплект сотрудников к этому оборудованию. Если мы планируем оказать больше услуг, ну, если это некие консалтинговые услуги, то, опять же, мне требуются сотрудники. И теперь, когда я буду показывать нашему руководителю, а почему у меня изменился фонд оплаты труда, чтобы не было заблуждения, что мы вдруг зарплату решили увеличить, то посмотрите, пожалуйста, наша задача, вот эти 200 тысяч, давайте предположим, что мы и зарплату увеличим, пусть у нас будет среднее, проведем 21 тысячу. То есть, посмотрите, вот большинство сотрудников кадровой службы показывают вот это отклонение, что на текущий год, на будущий год оплата труда составит, на нашем примере, на 310 тысяч больше, прирост составляет 15%. В этом месте руководитель хватается за сердце, вы меня по миру пустите, с чего это вдруг завершать, а дело совсем не в этом. Давайте научимся проводить факторный анализ. Факторный анализ, в отличие от планфактного, которого мы провели, будь то нашли отклонение в абсолютной величине, либо в процентной, факторный анализ – это нахождение фактора, то есть причины изменения. Так вот, нам предстоит на бюджете защитить вот данную строчку, что мы хотим, вернее, обосновываем, почему фонд оплаты труда, но в данном случае пока без социальных всяких выплат, и прочих на поиск персонала и так далее, увеличился на 310 тысяч. Посмотрите, моя задача сейчас оценить вес каждого фактора. И первое, что у меня изменилось, это численность. Давайте посмотрим. Численность, если говорить в абсолютном выражении, я сейчас специально вот здесь поставлю, вот здесь человек, работник, работников, и так напишу. У нас изменилось, мы с вами видим, будет по бюджету у нас 110, а было 100. То есть у меня стало на 10 работников больше, или я могу сказать, прирост составляет 10%. А к чему это приведет в рублях? Посмотрите, когда мы оцениваем вес фактора, то ставку мы предполагаем, что изменился только этот фактор, все остальное осталось неизменно. Тогда посмотрите, пожалуйста, в рублях плюс 10 работников при старой заработной плате мы предполагаем, что больше ничего не изменилось. это даст нам дополнительные 200 тысяч рублей. То есть плюс здесь увеличение количества работников на 10% дает нам увеличение оплаты труда на 200 тысяч, что, собственно говоря, составляет, и мы на фото делим, 10% от фонда, предыдущего фонда оплаты труда. Так, это у нас проценты, а это рубли. Это прирост. Прирост в рублях к фото, чтобы вы не запутались, напишу. А это прирост к численности. Теперь посмотрите, второй фактор, который оказал влияние, это рост средней заработной платы. И я сейчас оценю влияние данного фактора. Посмотрите, наша зарплата выросла до 21 тысячи с 20. То есть в данном случае выросла условно на 1000 рублей, либо рост заработной платы, и мы делим на базовую, от на 1000 к 20, составил 5%. Это, опять же, помечу, прирост к средней заработной плате. Коллеги, ну я думаю, всем, кто работает в сфере труда, СЗП, это вообще принятое, да? Чтобы я не писала много. Прирост к средней заработной плате. А теперь посмотрите, а к чему это приводит к рублям? В рублях. А вот здесь начинается самое интересное. Посмотрите, пожалуйста. Так как у меня 1000 прирост, но больше на 1000 я буду платить новому количеству сотрудников. Я умножаю на 110. И я получила отклонение еще 110 тысяч, что составляет относительно предыдущего фонда оплаты труда 5,5%. Ну, здесь у меня сейчас будет 6. Фактически. Давайте добавим один знак после запятой для достоверности. То есть, посмотрите, если я сейчас начну анализировать, даже вот имея всего два слагаемых, 110 тысяч, это у нас рублей, а это опять же прирост прирост в рублях в фод. То есть, фактически, что мы сейчас сделали? Посмотрите, вот эти 310 изменений, которые у нас с вами есть, разложили на два слагаемых. Мы говорим, из этих 310 тысяч, 200 тысяч, это вызвано увеличением численности, а 110 тысяч, это уже рост средней заработной платы. Так вот, теперь я могу оценить удельный вес каждого из этих факторов. Ну и, собственно говоря, можно сравнить. Видите, общий рост у нас произошел на 15,5% из них, из этих 15, 10 это из отчисленности, и 5,5 это рост средней заработной платы. И теперь я могу оценить долю каждого фактора в общих изменениях. Посмотрите, 200 тысяч из 310, то есть 65% нашего прироста приходится на рост средней заработной платы. И 110 тысяч из 310 приходится, то есть 35% у нас приходится на изменения заработной платы. То есть теперь руководитель не будет думать, что на 310, на 15% мы налетили заработную плату. Это связано в первую очередь, то есть большая часть этого изменения связана с увеличением численности. А по численности не мы с вами приняли решение. То есть нам дали новый производственный показатель. Это увеличение, будь то, говорю, объемов работы, может быть, открытие новых филиалов, расширение там зон работы и так далее. На самом деле таких факторов может быть много. То есть ведь у нас увеличение средней заработной платы – это тоже разная причина. Посмотрите, мы можем сказать, некая доля, но предположим, 3% уже в свою очередь из этих пяти – это плановая индексация. Сказано ежегодно проводить индексацию. А 2% предположим, это такое явление, как среднерыночный рост стоимости по вакансиям. Но у нас есть такие отраслевые значения, что вот есть должности, по которым иногда бывает наблюдается, не растут зарплаты в течение там ряда лет, а есть должности, по которым рынок испытывает потребность и средняя зарплата по рынку растет. И чтобы удержать сотрудников, мы производим дифференцированное вот это изменение. То есть посмотрите, факторный анализ, это очень важно уметь выделять при защите бюджета. Посмотрите, не просто показать руководителю две цифры и построить гистограмму «было-стало», а разложить на полочке. Так вот, посмотрите, у нас сейчас всего, говорю, два слагаемых. Давайте посмотрим, как это чаще всего бывает в презентации. Ну, посмотрите, я сейчас буквально табличку вот так вот напишу. Это я для построения диаграммки пишут 2019. Соответственно, здесь пишут бюджет. И вот они две циферки перенесли. Так вот, если я сейчас возьму, изображу это на обычной гистограмме, вот уж не знаю, почему, но большинство сотрудников кадровой службы любят именно гистограммы, то посмотрите, что видит... Так, где-то я ноль потеряла, да? А, тут система координат сейчас. Вот, посмотрите, какая ловушка. Excel посмотрел и видит, что у нас часть одинаковая есть, до миллиона восемьсот изменил систему координат. Вот и представьте себе на месте руководителя. Я показываю, было, стало. Какая у вас сейчас иллюзия возникла? Что в полтора... Даже тут в 2,2 раза зарплату... Вы подпишите, вы скажете, стоп-стоп-стоп, мне надо посмотреть, мне нужно посчитать. А что произошло на самом деле? Во-первых, сбой в системе координат произошел. Сейчас я ось приведу в порядок, и минимум у нас должен быть ноль, чтобы мы понимали. Тогда посмотрите, вот теперь я вижу масштаб прироста. На самом деле это не в полтора раза. Это уже лучше. Но опять же я вижу прирост, и я хочу разобраться, а чем вызван этот прирост. И моя задача сейчас изобразить причины этого прироста. Поэтому посмотрите, пожалуйста. В нашу диаграмму как минимум лучше добавить. Посмотрите, влияние факторов. То есть я оставлю по-прежнему 2 миллиона вход. Здесь добавлю изменение вход. Здесь красиво написать. Я вот так изменю. Изменение вход. Из-за численности я просто численность помечу вот так. И изменение вход у нас. Изменение средней заработной платы. Наверное, вот так, чтобы влезло у меня. И я добавляю наши изменения, которые мы сейчас вычленили. 200 тысяч. И средняя заработная плата. 110 тысяч. И вот теперь посмотрите. Когда я буду на диаграмме изображать, лучше всего взять тогда не простую гистограммку, а гистограммку с накоплением. Я сейчас переверну строка столбец. Опять, видите, он изменил мне масштаб. И вот теперь посмотрите. Давайте две рядышком поставим. Есть один вариант. Есть другой вариант. Я табличку поменяла. Надо было новую построить. Ну, все видели, да, где просто прирост. Во всяком случае, на этой диаграмме я уже вижу причины прирост. Да, да, я четко вижу. Вот прирост. И я вижу, что большая часть прироста состоялась из-за изменения численности. А если я на эту диаграммку сейчас еще добавлю подписи. Так, нам нужно не легенду, а метки. То я четко увижу цифры, из-за которых это произошло. Я могу изобразить в процентах. Вот теперь отпадает. А ведь зачастую, посмотрите, я сейчас на диаграммке показала два изменения. Только численность и средняя заработная плата. А мы же можем показать. Вот это численность. Вот это индексация произошедшая. Вот это изменение там по рыночной стоимости. Вот это появились новые компенсации. Ну, может быть, мы переехали там за город, да, офис переехал, у нас появились там компенсации проезда. Они у нас попадают сюда. Это мы решили с вами, опять же, для удержания, предположим, персонала, добавить там дополнительные, может быть, там компенсации опета, может быть, страхование и так далее. И когда мы видим эти доли, ваш руководитель четко видит, что это не зарплата повысилась. У меня сейчас на повышение средней заработной платы. Вот это, посмотрите, какой маленький кусочек приходится. И тогда утверждение становится более наглядным. При этом, посмотрите, пожалуйста, современный тот же Microsoft Excel и есть во всем офисном пакете. Это входит в том числе и в PowerPoint. Можно эту же диаграмму изобразить, посмотрите, не сравнением, а есть замечательная диаграмма водопад. Она показывает, как одно выражение превращается в другое. И, соответственно, я сейчас посчитаю сумму. И посмотрите, я сейчас... Это новинка 19-й версии. До 19-й версии мы строили это при помощи ряда действий. А вот сейчас, посмотрите, я могу сразу построить. И я сейчас... Минуточку... Так... Посмотрите, вот сейчас на этой диаграмме я четко вижу... Опять же, ну, нужно добавить легенду, да, что вот у меня была зарплата, это у меня прирост по причине, прирост по причине, и мы видим итог. То есть диаграмма водопад позволяет вам к основному, то есть, делать подпись. Это было у нас в прошлом году. Это уже утвержденное, от чего мы отталкиваемся. Ведь мы знаем, что по законодательству уменьшать размер заработной платы мы не имеем права. А вот какие изменения происходят, вот можно изображать вот таким приростом. Посмотрите, либо здесь, либо вот постепенно, если мы подписываем, по какой причине. То есть мы показываем, как то, что было, превращается в то, что стало. И тогда руководителю легче и проще понимать, какие изменения у нас произошли. Причем, вот такие программы, раскладывая на составляющие, вы можете использовать по любому параметру. Ну, посмотрите, опять же, мне нужно вот сейчас настроиться на то, что самый большой прирост, 10%, у нас произошел из-за увеличения численности. Давайте я это уберу, чтобы нам не мешалось. А вот мы сейчас брали два фактора, да, вот если методик расчет по трем факторам, она такая же, потому что мы берем одну подстановку, да, то есть мы... Коллеги, у нас для факторного анализа есть дифференцированные методы, там тогда у нас будут квадратичные отклонения. Есть метод последовательный. Вот я рекомендую, вот то, что я сейчас использовала, давайте я верну их, это метод последовательных подстановок. То есть, а что будет, в чем суть метода последовательных подстановок? А что будет, если изменится только один фактор? Ведь, посмотрите, при расчете отклонения, а что будет, если изменилась только численность? И я отклонение считаю по старой зарплате, то есть, если зарплата не изменилась. А что будет, если наоборот изменится только зарплата? Но здесь я уже, так как у меня метод последовательных, я беру новое количество сотрудников, вот когда 110, то есть, то, что я же большему количеству, то есть, метод последовательных подстановок, что, зачем следует, и прежде чем я плачу зарплату определенному количеству. Далее, посмотрите, если бы и в каком порядке вы в методе последовательных подстановок подставите, очень важно грамотно применять здравый смысл. Сейчас объясню, почему. Давайте предположим, что у нас с вами есть некое вознаграждение, которое рассчитывается от средней заработной платы. Ну, предположим, 13-я зарплата, какая-нибудь квартальная премия, годовая. А может быть, знаете, у некоторых есть материальная помощь, там, к отпуску, там, в размере, там, среднемесячная. То есть, есть некоторые. Так вот, посмотрите, пожалуйста, можно ли этот фактор поставить на первое место? То есть, сказать, вот у нас там будет вот количество выросло, соответственно, вырастет количество этих выплат. Нет, потому что, посмотрите, если у нас заложен рост средней заработной платы, а у меня это будет начисляться со средней заработной платы, то я тогда на первом месте выросло количество, потом у меня выросла средняя заработная плата, и только потом я могу рассчитать выросший размер выплат. Почему? Потому что у меня, они пойдут к большему количеству людей, с большей заработной платы, это уже третий уровень. Ну, это как бы вот внуки, вот эти средние зарплаты. Он тогда будет... То есть, мы уже вот эту среднюю зарплату расшиваем тоже на два фактора. Посмотрите, пожалуйста, это средняя зарплата, если мы ее считаем с точки зрения бухучета. А теперь давайте представим, что давайте мы здесь назовем, например, рост средней заработки в связи с индексацией. Вот он не влияет на тринадцать. А вот теперь рост премиальных, потому что, ну, некая выплата у нас тоже дополнительно вырастет, если она считается из средней. У нас ведь все вырастет. То есть, этот фактор, то есть увеличение выплат, чтобы потом, например, идет у нас рост командировочных, руководитель не подумал, что они стали больше дней ездить. А мы стали на командировочные, там, на отпуска тратить больше, потому что выросла средняя заработная плата. То есть, само начисление. А это связано, мы провели с вами, уважаемый руководитель, индексацию по вашему приказу. Это согласовано. И это приводит к последствиям. То есть, на слагаемое разделить. Вот порядок расположения. Да, соответственно, следующая... Если сначала, скажем, эти два фактора, проводим факторный анализ, потом, ну, следующий фактор, также выбиваем какие-то факторы, ну, проводим в этом факторе факторы анализа. Смотрите, на анализ, вот, например, в ФОТе мы провели строчки, которые повлияли. Соответственно, какие у нас строчки здесь могут повлиять? Численность. Опять же, среднюю зарплату тогда разбейте. Почему она изменилась? Может быть, мы добавили определенную выплату. Ну, здесь, например, индексация добавилась. Добавили, может быть, выплаты в виде, ну, чего мы могли. Раньше чего-то не делали, а теперь, ну, компенсации, например, да, определенные добавили. Добавили, может быть, материальную помощь. Опять же, сотрудникам раньше не было. То есть, если у нас вышли некие новые изменения в коллективном договоре, может быть, изменилось положение об оплате труда. То есть, ну, не знаю, например, там определенный процент прибыли мы тратим на премирование. Тогда мы, опять же, говорим, это не связано с оплатой труда. Это мы тогда можем, вот этот факторный анализ, посмотрите, проводить можно по статьям затрат. Вот как у меня сейчас. Можно производить по подразделениям. Бюджетирование это называется ЦФО, Центр финансовой ответственности. То есть, посмотрите, иногда бывает, что большая часть изменений касается одного из подразделений. Ну, посмотрите, у производственных предприятий это чаще всего приходится на производственное подразделение. Мы готовы, ну, там увеличился объем труда, и именно туда мы принимаем новых людей. Из-за этого выросла оплата труда, да. А офисные сотрудники фактически, кроме индексации, никаких изменений произошло. У торгующих компаний очень часто большая часть изменений приходится на торговый персонал, то есть на отдел продаж, потому что мы поставили план побольше выручки, они получают процент от выручки. А если еще, знаете, бывают такие гибкие системы оплаты труда, то есть мы планируем ввести, ну, наша задача повысить интенсивность труда, насколько выручка зависит от всех. Иногда, знаете, бывает такая, мы ввели, разработали новую систему оплаты. Раньше они у нас, предположим, 2% от выручки получали все. А теперь мы сделали там до миллиона 2%, если ты сделал больше миллиона, мы готовы тебе 3% заплатить и так далее. Мы ставим им сверхплан и готовы платить сверхпремию. Тогда, опять же, моя задача показать, что это, ведь если мы считаем среднюю зарплату по организации, среднюю температуру по больнице, у меня складывается иллюзия, что мы всем повысили. И директор, ой, а что это? Что они у нас больше работать стали? А как только я делаю разрез по подразделениям, я вижу, вот здесь ничего не изменилось, только плановая индексация. А всплеск происходит в одном из подразделений. Будь то, я так говорю, наше производственное подразделение, либо наши продажники. И тогда вопрос отпадает. Почему? Потому что стратегическая наша цель предусмотрела повышение производительности именно на это подразделение. Если же посмотреть, опять же, изменение рыночной стоимости труда, опять же, как правило, это редко касается всех подразделений. Ну вот я сталкивалась в разные годы, был достаточно резкий скачок, там оплаты труда IT подразделений. Одно время конструкторские, инженерные, прям вот специальности вырос именно средняя зарплата по рынку и предприятия для удержания кадров вынуждены были следовать. Так опять же, тогда мне лучше разрез дать не там по численности, а разрез по подразделениям. Иногда, посмотрите, пожалуйста, из практики, разрез можно давать не по подразделениям, а по филиалам, неким обособленным подразделениям. Потому что, опять же, иногда бывает, что это касается неких филиалов, а некоторых не касается. То есть Москву коснулось, а регионы не коснулось, осталось как было. В моей практике были такие примеры. Так опять же, если я считаю среднюю зарплату по компании, возникают вопросы. Ну как только я показала, что эти регионы без изменений, вот эти регионы изменились. Ну как правило, знаете, меняется Москва, потом подтягиваются миллионники, а потом подтягиваются уже региональные. Через год, как правило, на следующий год доходит вот это повышение и до них. Опять же, руководителю, который утверждает бюджет, понятнее. Коллеги, опять же, посмотрите, пожалуйста. Очень важно при проведении планфактного анализа уметь выделять не только цифры, но и посчитать то ли. Ведь посмотрите, когда опять же, глядя на нашу диаграмму, ну вот предыдущую, да, выросла там у нас вот эта диаграммка. Посмотрите, когда я только сказала, выросла, у нас их там же, говорю, 5-6 факторов, 7 может оказаться. Руководителю сложно понять, но как только вот здесь звучит, что 65% всего прироста изменения связано с численностью. А вот здесь мы можем теперь описать, в связи с чем численность увеличилась. Опять же, не встречала ни одного случая, когда численность в компании увеличивается, ну прямо пропорционально по всем подразделениям. А численность увеличилась в связи с тем, что мы открыли второй цепь, там установили линию, набрали еще там 5 производственных сотрудников. А, ну понятно тогда, говорит руководитель. Ведь, коллеги, фишка вся в том, чтобы оперировать не только рублем и процентом, а разложить на составляющие. Причем это касается не только фонда оплаты труда. Посмотрите, пожалуйста, есть у вас затраты на обучение персонала. Опять же, у меня прирост численности тут же сказывается на этом бюджете. Да, опять же, если есть стратегические цели, посмотрите, если на этот год компания планирует, ну вот как в своем случае, 10 лет назад, весь бухучет, мы стали сдавать электронную отчетность. То есть, если раньше еще допускалось сдача бумажной отчетности, то, соответственно, мы начали сдавать в электронных носителях. Соответственно, вся бухгалтерия должна была перейти на работу с программой 1С, нам нужно было обучать. Скажем, 2 года, 3 года назад, с появления профстандарта, 2 года назад нас все бухгалтера должны были пройти на соответствие. Ну, собственно говоря, и кадровая служба у нас тоже сдавали экзамены. Соответственно, опять же, работодатель должен был предусмотреть. Так вот, опять же, если я просто показываю прирост бюджета на обучение, руководитель, ой, что-то мы много тратим на это. Но если я выделяю, вот это мы должны потратить в соответствии с законодательством, не я так решила, не мне так хочется. Закон обязывает провести обучение. Ну, что нас закон обязывает? Это техника безопасности по определенным промежлениям, пожарная безопасность, террористические вот эти вещи. Это обязательно. Многие специальности у нас есть, врачи, учителя, которые регулярно должны подтверждать, там, страховые сотрудники, аудиторы, они обязательно регулярно подтверждают, и зачастую это делается за счет компаний. То есть они направляют своих сотрудников на экзамены. И мы тогда нужно отдельной строкой выделить, что вот это в соответствии с законодательством, вот это в соответствии с положением, ну, зачастую у нас есть, опять же, некое в коллективном договоре, говорю иногда, в разном положении обучения, об аттестации прописывается, что сотрудники там эти раз пять лет проходят аттестацию, эти раз три года, это затраты. То есть мы говорим, вот это мы еще ничего не придумали, это то, что мы обязаны делать. Вот эта строчка, вот это. А вот это, уважаемый генеральный директор, как раз-таки потому, что наши стратегии предусмотрены, ну, не знаю, повышение производительности, будь то рабочих, будь то наших продажников, будь то наших бухгалтеров, необходимо мы заложили бюджет. И, вы знаете, зачастую избежать вопросов удается из того, что руководитель видит соответствие. Вот это. То есть не вы решили на три миллиона больше потратить, а два пятьсот из них мы обязаны, в соответствии с законодательством, либо с внутренними договорами, и только вот пятьсот тысяч, одна шестая, да, то есть тринадцать процентов у нас идут, шестнадцать процентов идет на то, что мы сверх заложили, действительно, на развитие квалификации, там, компетенции и так далее. И тогда руководителю легче это утвердить, понимая, откуда берется эта цифра. Поэтому основой, коллеги, утверждения, успешного утверждения бюджетов, HR бюджетов, становится как раз-таки умение специалиста разложить на слагаемые. Компенсации. Разложить на виды компенсации. По подразделениям. Если это там ДМС, ОМС, опять же разложить в соответствии с законодательством, дополнительно. Иногда, посмотрите, пожалуйста, у нас часть затрат готовы брать сотрудники. А если мы это накладываем на диаграммы, построить диаграмму изменения по рынку, ага, вот так зарплата менялась у нас на протяжении последних пяти лет, а вот так она меняется на рынке. И тогда руководитель может увидеть, так мы от рынка опаздываем, и та цифра, которая оказалась буквально две минуты назад, ой, что-то много, да у нас это еще ничего на рынке, вон чего, да, в том анекдоте. Поэтому очень важно уметь раскладывать на составляющие. Коллеги, я понимаю, что вот осветила сейчас самый-самый мизерный кусочек, потому что у нас на этот семинар было всего 40 минуток, но самое главное хочу сказать, что для бюджетов очень важно не считать, как это делают многие сотрудники в рублях или процентах, а уметь раскладывать на составляющие. И чем больше этих составляющих, и визуализировать наглядно. Вот все способы, а какие аргументы могут влиять на среднюю зарплату, на численность, на компенсационные пакеты, на социальные выплаты, как это можно представить в виде бюджетов, мы проходим на курсе, который так и называется «Бюджетирование расходов на персонал». Посмотрите, сейчас покажу этот курс на наших путеводителей. Вы можете посмотреть это как на нашем сайте. Посмотрите, это у нас схема прохождения курсов по кадровому менеджменту. И вот новый курс, который чуть меньше года у нас появился. «Бюджетирование расходов на персонал. Пошаговый алгоритм составления». Что мы делаем на данном курсе? Коллеги, хочу подробно показать программу, чтобы вам было понятно. Мы же ведь там не только рассмотрим бюджет, особенности составления бюджета, но и многие другие составляющие. В первую очередь на этом курсе мы учимся рассчитывать. И, конечно же, то, что мы сейчас с вами делали, учимся презентовать, презентовать, выводить как факторы отклонения. Посмотрите, сейчас покажу на нашем сайте. Курс называется «Бюджетирование расходов на персонал. Пошаговый алгоритм». Давайте поменьше сделаю. Составление. И вот как раз-таки есть его программа. Четыре часа – это вот один вечер, либо до обеда, если это в режиме утро-день. Мы проходим основу бюджетирования для HR-специалистов, чтобы специалист мог владеть финансовой терминологией, понимал, где затраты, где расходы, где мы можем, какие доходы и инвестиции мы можем получить от персонала. Далее готовим, и это основная часть курса, 8 часов, то есть либо целый день, либо два вечера у нас уходит на подготовку операционных бюджетов. Мы здесь готовим как средства на оплату труда, на обучение и управление кадровым резервом. И, посмотрите, отдельно выделяем и подбор, адаптация, организационное развитие, расходы на корпоративные мероприятия. Готовим обязательно локальный HR-бюджет, это, собственно говоря, на содержание самой кадровой службы. И формируем сводный бюджет, то есть наша задача теперь все это сложить, отделяя свой бюджет и бюджет компании. И по два часа у нас отводится на факторный анализ, и мы смотрим, какие вообще причины могут быть и как их лучше выделить. И, собственно говоря, учимся исполнять бюджет, уже анализировать состоявшийся факт, сравнивая их с запланированными показателями. Курс у нас читается раз в квартал, чаще всего в открытом обучении. Ну вот есть у нас ближайшая очная группа, она будет, а вот буквально по вечерам с 22 апреля по 25 апреля, будет проходить в комплексе Бауманский. Кстати, я как раз буду читать. Буду рада вас видеть. Коллеги, какие есть вопросы по сегодняшней теме? У меня не по сегодняшней, у меня по другой. Да, спросите. У меня такое не то, что я хотела просто по другим курсам у вас спросить. Давайте тогда я сейчас закончу, я с удовольствием по другим курсам отвечу. Посмотрите, пожалуйста, чтобы облегчить вам поиск координат, то есть вы можете записаться либо самостоятельно на нашем сайте www.spециалист.ru, либо написав, позвонив по телефону, по общим телефонам, либо мы сейчас находимся в комплексе Белорусско-Савеловский, можно напрямую позвонить нашим менеджерам, они с удовольствием вам расскажут о расписании и о стоимости курсов. Коллеги, в режиме вебинара, расскажите, пожалуйста, есть ли вопросы? Ну, я вот все-таки... Да, вы пока задавайте, ага. Пока коллеги пишут. Да, вот если все-таки он формируется не с двух, а с трех факторов, такое возможно? Конечно. Их может быть и пять, и семь, и... Ну, или мы даже все-таки по два фактора все-таки смотреть, вот этим методом подстановки обычно, всегда я делаю по два. Нет, коллеги, на самом деле, факторов у вас могут быть и десятки. Нет, понятно, да, но просто у вас сначала два фактора, да, а потом... Нет, 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 это не обязательно. Посмотрите, пожалуйста, я всегда говорю, главное определяет здравый смысл. Что вы хотите показать? Вот два фактора имеет смысл сравнивать, когда я хочу, ну, фактически сравнить, вот посмотрите на это больше, чем на это. Если моя задача показать, а зачастую это наша задача для утверждения бюджета, мизерность, незначительность происходящих изменений, то моя задача выделить все факторы. И когда их десяток, и когда у меня руководитель видит, это не просто миллион прирост, а это десять факторов, каждый по сто тысяч, и их не выкинешь. Если мы еще отдельно раскрасили, это обязательное, а вот это альтернативное, а вот это добровольное, то тогда руководитель понимает этого не избежать, вопросов к вам меньше. Я понимаю, но здесь мы брали разницу, которую мы умножали там на вот эту там численность, да, вот там разница на... Там я должна, на что у нас здесь... Посмотрите, пожалуйста. Вот поэтому сейчас покажу, коллеги, очень хороший вопрос, тогда запись не буду останавливать. Коллеги, давайте дополнительно тоже все посмотрим. Давайте... Так, сверну, вернусь к Excel. Давайте предположим, вот сейчас я покажу, какие... Давайте возьмем факторы. Количество, да, у нас сотрудников изменилось. Давайте посмотрим средняя заработная плата, и в данном случае индексация, роль индексации, да, индексация. Теперь давайте посмотрим средняя заработная плата, предположим, теперь не индексация, а изменение премиального положения, соответственно, в данном случае премирование. Опять же, раз мы его приняли, оно подписано, руководитель, я теперь обязана его учитывать, да, ну, может быть, появилась новая выплата, там, там, мы разработали модель, там, квартальные выплаты, там, ежемесячные. Опять же, средняя заработная плата, у нас появились некоторые виды компенсаций, которые ранее не были, раньше не было. И вот посмотрите, ну, сейчас вот для наглядности, вот у меня четыре фактора. Тогда посмотрите, и вот у меня есть, предположим, за, ну, 2018 год, и вот есть у меня бюджет на следующий период. Вот, коллеги, я сейчас цифры, ну, как вы видите, да, беру с потолка, соответственно, посмотрите, ну, давайте, пусть было 100, стало там 102, условно. Индексация. Мы заложили там 2%, соответственно, давайте было, предположим, 10 тысяч, соответственно, здесь равно 10 тысяч умножить на 102%, предположим, это индексация. Примирование. В, соответственно, примирование мы ввели новый вид примирования, что у нас получает дополнительно, там, ну, некий среднюю заработную плату, там, ну, 13-я зарплата, предположим. Тогда у меня раньше его не было, посмотрите, сейчас, одну минуточку, вот как раз-таки, предположим, не было, сейчас он появился, этот вид выплаты, и, предположим, вот у нас компенсации. Давайте представим, ну, давайте представим, раньше было 3 тысячи, может быть, мы оплачивали там проезд, некий там, да, к месту работы, сейчас в связи с ростом тарифа, да, там, проездной, но условно, стал стоить там, ну, пусть будет 300. А вот теперь посмотрите, пожалуйста, я раньше у меня как результат считался, я наше количество умножала на индексацию, которую они прибавляла некую премию, да, и плюс прибавляла компенсация. Нам нужно умножить здесь, опять же, нам нужно на все умножать, да, вот так. Я умножала количество на вот эту сумму. То есть, смотрите, я суммирую, ведь я каждому должна выдать некую премию, каждому должна выдать выплату. Ну, посмотрите, у меня здесь нет количества периодов, то, что 12 месяцев. То есть, условно, у меня количество умножалось на выплату, там, одному человеку, ну, пусть будет это в месяц, ну, условно, да. И вот теперь посмотрите, у меня одна сумма, другая сумма. Давайте я сейчас масштаб, что-то смотрю, шуритесь. Так. А теперь посмотрите, как будет строиться, если мы говорим о факторном анализе методом цепных подстановок. Посмотрите, я беру наши все факторы, которые есть у нас. Так, я их сейчас расположу вот сюда и построю матрицу, расположу эти же факторы, вот посмотрите, по горизонтали. То есть, я их же написала. Сейчас коллеге станет немножечко понятнее. И посмотрите, что я делаю. Вот у меня данные за 2018 год. Это было. Я сейчас возьму. И вот я перенесла те данные, которые у меня были. Здесь у меня пустая ячейка, здесь. И вот я итог получила. Итог мы рассчитывали, как первое умножить на сумму второго. То есть, та же самая формула. Вот у меня как получается наше миллион триста. А теперь посмотрите, так как это, коллеги, это я сейчас показываю именно мета цепных подстановок. Я предполагаю, а что будет, если изменится только количество? То есть, я количество, посмотрите, пожалуйста, я сейчас вот бюджет закрашу специально другим цветом. И вот я теперь поменяла количество. Остальные данные оставила без изменений. То есть, если только изменится количество, и вот я сейчас рассчитаю отклонение, то у меня отклонение будет тут 26 тысяч, то есть, там, ну, некий процент, два процента от общей суммы. Далее продолжаю. А что произойдет, когда у меня изменится, то есть, еще индексация произошла? Почему мета цепных подстановок? Потому что по цепочке, то есть, теперь у меня изменилось два фактора. Остальные я оставляю без изменений. И вот у меня уже к нашему прибавилось дополнительное. Так, что на что? Да. Прирост еще два процента произошел. Далее я снова продолжаю. И теперь у меня еще примирование появилось. То есть, видите, постепенно цепочкой мы добавляем еще один фактор. Пока что компенсации нет. И мы говорим, появление примирования дает прирост 77, да? Процентов. И вот теперь компенсации остались. То есть, я теперь меняю последний фактор. И посмотрите, когда я сейчас рассчитываю отклонения вот здесь в верхнем примере, то суммарное отклонение меня равно рост 84%. И сейчас на самом деле я вижу, из чего эти... Так, 81, тут мне 84. Что потеряла? Так, 102 поменяла, 10, 20 поменяла. А, подождите, второй 10, 20 10, 20 поменяла. 3, 100 поменяла. Так, что забыла. Так, это плюс это. Да, на предыдущем. А, все равно разделить не закрепила, коллеги. Получается такая горка. Да, то есть такая горка. То есть, посмотрите, что я делаю. Я сначала один изменила, оценила, как он повлиял. Потом другой изменила, оценила, как он повлиял. Третий изменила, как он повлиял. Но, коллеги, здесь очень важно в корректном порядке расставить. Что это значит? Потому что, на самом деле, если поменяем местами, доли изменятся. Очень важно определить рейтинг значимости и начинать с тех, которые оказали наибольшее влияние в данном случае. Но, на самом деле, с практикой это приходит. То есть, вот если сейчас сначала добавить только компенсации, ну, почему я не могу поставить компенсации? Потому что компенсации у меня будут платиться уже увеличенному количеству. Их роль я могу оценить. Опять же, премии будут платиться увеличенному количеству. То есть, не надо начинать. А вот у нас на 100 рублей компенсация. Вот эти 100 рублей умножатся на старое количество. У меня будет погрешность. Однозначно большую долю вы в методе увидите. Данцию сейчас не совпадения из-за округления. Если сейчас произвести округление, то будет, видите, в сумме 84. Оно дает. Это на самом деле, вот сейчас, если поставлю сотый сверху, видите, то как раз-таки 84 получится процента. То есть, теперь такое влияние оказал каждый фактор. И вот сейчас появление премирования, как видите, 80% всего увеличения это появление премирования. То есть, это не зарплата стала больше, а мы же добавили. Вот теперь, вы понимаете, я этот приказ подписал, я подписал положение. То есть, это я принял решение. Не кадровая служба, знаете, как они говорят, что-то они у меня там мутят, какие-то расходы. Нет. Мы посчитали те документы, которые утверждены, которые приняты, нам от этого теперь никуда не деться. То есть, разложить на слогами, коллеги, а тут сейчас еще диаграммку лесенкой поставить, и вообще будет красота. На самом деле, коллеги, ведь руководители, они утверждают, мне утверждают с первого раза не за вредности, а из-за того, что я вижу цифру, а я не понимаю, что за ней стоит. Как только мне разложили, а она появилась, потому что, и третье, а вон оно, в чем дело, будет руководители, и он готов уже утвердить. Я ответила на это? Да. Посмотрите, это наиболее популярное, это называется метод цепных подстановок в факторном анализе. Говорю, есть еще различные дифференциальные методы, но там будут квадратичные отклонения, чуть сложнее, но их тоже можно использовать. Если, там знаете, когда созависимые факторы, там тогда будет более точные цифры. Коллеги, а я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Еще раз позволю напомнить, буду рада видеть вас 22 апреля вечером об этом, и не только об этом, поговорим более подробно, получим все формы, которые нам нужны, научимся их заполнять, и в том числе строить диаграммы, и новые, и посмотрим, для каких целей лучше использовать для защиты бюджета. Круговые, когда накопительные, когда бюджетные, а когда комбинированные, то есть наложить одно на другое, чтобы сделать те изменения, которые происходят, более понятными. Потому что, опять же, если я на одном графике изображу, предположим, численность и темп, просто, да, фонд оплаты, и темпы совпадают, руководитель видит, а, ну вот она численность, вот она вырос, понятно, конечно же, растет. То есть, это более наглядно позволяет донести до руководителя. Соответственно, все необходимые шаблоны мы получаем, в электронном виде, конечно же, мы работаем на курсе, мы получаем, слушатели учатся с ними работать, с удовольствием забирают к себе на работу и продолжают их разрабатывать, уже дорабатывать, очень радуюсь, когда пишут письма, а мы вот это применили, вот тут изменили, очень такие интересные идеи приходят. Итак, пожалуйста, итак, коллеги, до встречи 22-го, ну, либо в любую дату, которую вы видите сейчас на доске. А я запись вебинара останавливаю, и так как вопросов больше не поступило, Светлана пишет, осталось убедить руководство, что бюджетирование нужно и важно. Светлана, здесь, знаете, самый важный аргумент, коллеги, что не планируя расходов, мы однозначно тратим больше. Я сейчас вам приведу малюсенький-малюсенький пример, который, кстати, Светлана позволяет убеждать руководство необходимости бюджетирования. Ну, посмотрите, взять, например, тот же самый отдел продаж. Казалось бы, затраты на командировки. Все понимают, что ездить клиентам нужно, уговаривать нужно. Вот у меня один из партнеров занимается продажей сельхозтехники. У них менеджеры региональные. Ну, вот он работает там с Тамбовской области, другой там с Пензенской. И когда они продают сельхозтехнику, а там, скажем, трактор стоит 8-15 миллионов, конечно же, по телефону не всегда убедишь, а там иногда десяток тракторов, а то и 20. И когда сумма сделки там 150 миллионов заплатить человеку, которого ты только слышал по телефону, достаточно тяжело. Поэтому большинство сделок сопровождается выездом. А это дополнительные расходы, как мы с вами понимаем. Так вот, посмотрите, пока не было бюджетирования, как выглядела ситуация. Специалист звонит, ему там, ну, условно, Иван Иванович, который руководитель социальных предприятий, говорит, вы знаете, нам это интересно, надо обсуждать. Иван Иванович, я там завтра приеду, все покажу, расскажу. Менеджер едет, рассказывает, показывает, к нему видеоматериалы, буклеты, там, идут там в ресторанчик, может быть, обедают и так далее. Менеджер проживает, там, ну, в городе, ну, помимо, ну, да, определенные расходы. Убедил, подписал договор, приехал. Приехал, звонит там Сергею Петровичу, ага, поехал к нему. И иногда командировок за месяц, там было и 15, и 20, то есть фактически только в разъездах. И в определенный момент компания поняла, что не у всех менеджеров по продаже бюджет и командировок соответствуют приносимой ими выгоде, выручке. Потому что кто-то съездил и принес, привез там договор, а то и два, кто-то съездил в пустую, да, и такое бывает. Так вот, мы не можем себе позволить. И компания приняла решение, что да, зависим, а еще, понимаете, цена региона разная. То, что я могу продать в Краснодарский край, объем закупок, и если взять ту же Орловскую область, это разные объемы. То есть и прибыль приносимая. Соответственно, очень грамотно руководство связало бюджет расходов на командировки с приносимой прибылью. Вот у тебя есть план такой, мы можем посчитать, значит, маржинальная прибыль составит вот столько-то, мы готовы 5% из этой прибыли давать тебе на командировки. И вы знаете, при появлении бюджета, что стало происходить. Раньше я покупаю, менеджер поехал. Я покупаю, менеджер поехал. А сейчас он говорит, я покупаю. Он смотрит так, у меня на месяц всего 100 тысяч. Если я сейчас прокатаюсь, я 20 тысяч прокатал. Ага, кто мне еще хотел встретиться? Обзвонили тех, и люди начали составлять график командировок, чтобы за одну поездку я не одного клиента посетил, а трех. Ага, вот этот хочет купить, он покупает одну косилочку, с нее доходу 5 тысяч, я сейчас больше прокатаю, значит, надо дожимать по телефону, либо приурочить к следующей командировке. То есть, понимаете, появляется фактически финансовая дисциплина у каждого из сотрудников. Поэтому это однозначно бюджетирование, внедрение бюджетирования позволяет а снижать действительно расходы. Это, знаете, опять же, банальнейший вот в руках, это на командировках, банальнейший пример сейчас приведу, но каждый вспомнит, у каждого из нас был расходы положим на бумагу. Пока у меня в обеде, ну вот есть принтер, мы печатаем, все мы печатаем какие-то письма, документы, и пока у меня кончилась бумага, могу пойти там к секретарю, к завхозу взять, положить, кто только что не печатает. И как печатается? Напечатала, взяла, ой, что-то у меня тут поля я не выровняла на третьей странице, выкинула, перепечатала. Ой, что-то тут заголовок нежирным, выкинула, перепечатала. Этот документ может 5-6 раз там из 10, а то 15 страниц печаталась. Но как только ввели бюджет, две пачки бумаги на отдел, тут же люди учат, как следствие, редактировать на экране, да, если в соседний отдел документ надо отправить по электронной почте, ему надо пусть и распечатать. Вы понимаете, затраты действительно снижаются. А когда бюджета нет, то всегда, вот как финансист коллеги, всегда тратится больше. Ну и второй несомненный плюс бюджетирования, коллеги, мы понимаем, а какой ждет результат. Я понимаю, какие у меня будут доходы, какие расходы. Вот когда мы говорим о бюджете на управление персоналом, это всегда расходы. Но я занимаюсь бюджетом всего предприятия, то я тогда уже сразу связываю это с доходами и руководитель понимает, какая будет прибыль и как кажется, будь то увеличение расхода, либо уменьшение расхода на этом самом результате. То есть предприятие начинает работать более качественно. Коллеги, ну на этом уже точно все, я так задержала, да, еще на полчаса. Спасибо, надеюсь, Светлана, вам эта информация поможет. Да, огромное спасибо, всех благодарю за участие и до встречи.